Маргана, мидлейн против, пока что не ясно, либо Ари, либо Акартуса, сейчас кто-то к нам придет. Итак, почему Маргану стоит использовать на миде? Потому что она довольно хороша. У нее хороший лейнинг в определенных матчапах, и она может еще помогать команде за счет роуминга. То есть это чемпион реально сильный, интересный и мощный, противаристый, отлично. Как реализовывать Маргану на мидлейне? Если вкратце, все просто, она не позволяет убивать себя АП-чемпионом, она хороша в тимфайте, то есть помогает своей команде в основном в мидгейме, может пороумить с мидлейне, и самое главное, не дает роумить противнику. Кстати, у нас тут Тату подписался. Спасибо большое, дружище, за саб. Добро пожаловать от души, благодарствую. Спасибо тебе большое за поддержку. Добро пожаловать к нам в комьюнити. Спасибо большое. Итак, рассказываю еще раз. Собственно, Маргана, чемпион очень интересный, может переигрывать оппонента, ломая ему возможность роумить, возможность убивать вас, при этом сама может все это делать. То есть, естественно, против кого она хороша, правильно? Против АП-асасинов. Именно против АП-асасинов за счет нашего Блэкшилда. Да, Блэкшилд это наше оружие. И Вэшка наше оружие. Правильное использование вот этой Ешки и вот этой Вэшки приносит вам любую победу над АП-асасином. К АП-асасинам я бы отнес Ари, Физа, отнес бы сюда еще Лебланку какую-нибудь. То есть, вот эти чемпионы, это прям вот лучшие пики, в которых можно брать Маргану. Если у вас там проблемы с Визами, берете Маргану, тренируетесь, натрениваете ее до определенного уровня, все, поехали. Если вы просто мейн-саппорт и умеете играть на Маргане, отличный выбор для мидлейна, но если у вас нет альтернативы, да. Как бы она, большинство матчапов, все-таки на миде в основном стоят АПшники, и она, большинство матчапов, в принципе, будет стоять хорошо и оставаться полезной. Если у вас нету вариантов, это неплохой выбор. Так, берем Вэшку. Спасибо еще раз за сап от души. Наша задача простая, на самом деле, очень простой геймплей. Просто пушим. В Йорли-гейме просто пушим и стараемся фармить. После первого бэка уже будет немножко поинтереснее. Там уже начнется прям жесткий пуш. Мы по-хорошему должны достичь такого результата, что мы с Вэшкой будем забирать пак крипов. Если мы будем с Вэшкой забирать пак крипов, то противник будет вынужден сидеть под вышкой и постоянно отпушивать, отпушивать, отпушивать крипов, терять фарм под вышкой, терять ХП. И пока он стоит там, парится, как ему все это дело выформить, мы просто берем, ну, уходим, например, помогать нашему леснику, уходим роумить и так далее. Но если он вдруг попытается, психанет, скажет, нет, я не могу больше это терпеть, я хочу убить эту Моргану, попробовать с нами подраться, мы просто дадем блокшилд и все, и до свидания, скажем, контроль не работает, дамаг не работает, мы себя чувствуем прекрасно, неуязвимы. Выходим в мидгейм и тащим каточку на Изи. Поэтому качаем обязательно Вэшку, Вэшка это наш АУЕ урон, это наш пуш, то, что нам нужно. Вот так вот кидаем, стараемся задевать и задних крипов, чтобы урон нашей волнения наносился, и желательно чемпиона противников, если он ранджовый. Если милишный, понятное дело, по ближненьким кидаем, но надо харасить и чемпиона желательно, и крипов. Вот мы запущиваем, у нас есть ТП, отлично, отлично. Сейчас скоро пойдем на бэк. Желательно, конечно, вот мне доформить все-таки. 1350 или сколько там у нас стоит? Книжечка наша, чтобы у нас мана регенилась. Посмотрим сейчас, постоим. Я надеюсь, все-таки смогу доформить. Карта что-то пытается сделать, не, братан, так это не работает. Нет, это так не работает. Я уже говорил, надо просто против карты содвигаться часто, и он не сможет ничего сделать. Окей, еще один пак ждем, пока регеним ману. Мы практически за одну Вэшку забираем пак крипов. Как только мы возьмем себе книгу на реген ман, и все, у нас линия засияет другими красками, и мы превратимся просто в монстра, и сможем творить чудеса. Таких уже проблем с маной у нас не будет. У нас будет очень много дэмажа. Так, и мы начнем тащить. Все. Зафармливаем, уходим на бэк. Желательно с бэка выформить первым слотом, это вот как раз-таки потерянную главу. Книжку на манурген. Выфармливаем себе потерянную главу. Берем себе пинквард. Берем себе лупу. Летим на ТП, и все. С этого момента геймплей кардинально меняется. Вы сейчас сами, в принципе, поймете, как он меняется. Ульта. Ну так вот, он меняется. Забираем Ари. ПКД пушим. У нее, кстати, нету здесь ничего. Ну, ТП у нее нету, она никак сюда не прилетит. Крипы очень быстро сейчас начнут умирать. Настолько быстро, что нам даже особо и восхитить-то не понадобится. Плюс у Моргана еще и встроенный реген хп идет, на счет пассивки. Вот, умение Моргана восстанавливает ей здоровье в размере 20%, вернее, процентов от урона, который они наносят чемпионам, большим миньонам или монстрам. Следовательно, если мы задеваем противника, мы хилимся. Если мы задеваем телегу, мы хилимся. За счет этого мы стоим на линии. У нас бесконечное, по-хорошему, мана. У нас бесконечное здоровье. У нас отличный пуш. Мы всегда на коне, можно так сказать, да. А враг страдает. Вот, вот и все. Мы просто по ГД теперь ее запушиваем и стоим здесь. Она должна сейчас что-то думать, как-то выфармливаться, что-то бегать там между крипов. У нас все окей, 62 крипа за 7. Отлично, есть скилл. Приходит пачка, мы кидаем лужу и все. Пачка забрана. Так. А если против нас стоят чемпионы с очень плохим пуш-потенциалом, Ари еще нормально пушит. Вот, например, Физ, у него мана очень быстро улетает. Ему пачки не отпушивать никак, кроме Ешки. Ешка супер много тратит ресурсов. Али бланка, это вообще катастрофа, потому что там только Вэшкой можно отпушивать. А Вэшкой, все, ГГ. Вэшку отдал, надо ультимейт, отдавать ты уже убить не можешь. И тоже мана улетает просто нереально быстро. Поэтому против Морганы нереально стоять за ассасинов, за АПшных. Ну, кидаем Вэшку и все. Рейдж-крипов нету. Так. Без проблем стоим. Противник еще вынужден здесь как-то что-то думать, придумывать. У нас Блэкшилд. Если она кинет чарм, я задоджу. Он, кстати, не успел. Майбет. Говорю, если она кинет чарм, я задоджу и не задоджил. Ха, ну, я буквально одной секунды не хотела. Так. Все равно мы выиграли трейд в любом случае. Если бы я задоджил, вообще была бы красота. Это было бы просто изи. Виндрейда. Все, наверное, это килл, ребят. Да. Это килл. Попали по противнику. На фулл хп стоим. На 100% легкий лейн. Фармить особо уметь не надо. Ничего делать не надо. Стоишь просто, изи, кидаешь Вэшку. Попадают контролем. Окей, можешь нажать Ешку. Можешь не успеть. Потом нажать. Все равно демош понисти. Ну, конечно, надо блочить способность. Но в идеале сразу. Тогда будет гораздо больше пользы. Ну, иногда можно измисплеить. Все равно. Слишком сильная она. Моргана. Возьмемся еще сустейн. Дополнительно возьмем пингварды. Теперь мы вообще надолго выходим. Наверное, до телепорта. Две с половиной минуты. В следующий раз уже на ТП пойдем. На линию. Не все хорошо. Будем сейчас просто ПКД пушить, 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 пушить. Чем больше у нас предметов, тем жестче пуш. Это еще только начало. Дальше у нас, когда мы купим фулл слот первый. Первый предмет. У нас уже нереально перепушить. А с двумя предметами это конец. С двумя предметами все. Там за одну секунду улетает волна. Такс. Как видно, она теряет ХП. Вот ее крипы сейчас бьют. Она теряет ХП. Окей. Второй килл. Все-таки доели у нас адекери, но там адекери очень много урона от картуса получил. Такс. Если бы так много урона не было, Ари бы и не пошла в него играть в АДК. По сути, все равно стоим. 4-0. Все отлично. Сотка крипов. За 10. Супер хорошо. Сейчас забираем всю эту пачку. Так. Отлично. Ну и продолжаем ломать вышку. Картос пришел. Окей. Лови. Эх, не попал кушкой. Сейчас пол ХП откусили ему. Ладно. Не попал, по-моему. Да, не попал. Ладно, ладно, ладно. Давайте запушим все это дело. Так. Кушечка. Напрягает еще вот эти вот кушки под вышкой, когда нужно фармить. Тоже лужу кидают постоянно. Маргана очень-очень неприятный чемпион. Сложно. Очень сложно против нее. Почти попал. А ведь если я попадаю, это почти стопроцентный килл. Так. Доджим. Как я вас учил, просто перемещаемся постоянно. И все. Вэшка. Отлично. Союзник убит. Союзник убит. Ух-х-х-х-х. Вэшка. Зазонивает. Ух, неприятно, да? Много дома же наносится. Подожди. Я здесь очень плохо сыграл, ребят. Майбет. Мисплейнул немножко. Да. Плохо сыграл. Есть такое. Не доиграл чуть-чуть. Ну ладно. Бывает. Так. Возьмемся. Сразу ехали у Дэна. Поймал проказ. Не успел среагировать. Шибку допустил. Можно было вообще красиво разыграть. Чуть-чуть не сыграл как надо. Так. Взяли себе сразу здесь книжечку. Но зато будет шанс. Сейчас у Арика бэкнуться. Она все-таки там заработала. Денежку. Аж целых 700. Золотых взяла с нас. 700 это дофигища. Так. Владос, братан. А как в той клуб ступить? Сабачем быть. Сабачем. Быть сабачем. Забираем сейчас вышку. Забираем, забираем стаки. Золото у нас пошло. Нормально. Золото идет, летит. Все супер. Ушка. Нормально. Ох, как хорошо много урон наносит. Но она тоже компактнулась. Она по сути прям по золоту. Чуть ли не вровень с нами вышла. Дал шанс Ари. Ну да. Сыграл плохо. Чего я ху закину ей под вышку. Не получается про харасс. О, получилось. Наступило. Такс. Плюс видно, да? Вшка у нас быстро откадешивается. По телеге бьет. Реально откадешится очень быстро. Окей. Смотрим, как умирает противник. Она уже, наверное, не сможет сейчас стоять. Хотя. Ну и очень сложно. Нам гораздо легче в этом плане. Я думаю, она на базу пойдет. Нет? Остается. Окей. Окей. Давай, оставайся. Я только за. Рано или поздно я попаду сейчас с кухой и все. Так. Неприятно стоять. Нет, выхиливаюсь. Сейчас телега приедет. Я выхилю сразу на фул. От телеги. Так. Вот и тележка наша подъехала. Те-ре-ре-ре-ре-ре-ре. Уродно нет. Ух. Но она живет. Пока что доджет. Пока что справляется. Но тут как бы вопрос ошибки. В любом случае у нас изи фарм. Веска, спасибо большое за поддержку, братишка. Дядька, привет. Здорово. Смотрюсь, сегодня хейтеров нормально так набежало. Да? У меня вопрос. Вот я теперь сад. Можно мне в коммунити с двух аков добавиться? Они просто абактивные. Я с обоих играю. Там некоторые чем-то разные. А так, приятного стрима. Жду рения кто-то. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну или вторую часть. Можно мне, говорит, в комьюнити. В комьюнити в смысле в клуб с двух аков. Нет, в клуб с двух аков нельзя. Только с одного. Смотри, тут типа проблема в том, что если с двух аков, допустим, представь себе, ты добавишься. Там в клубе очень ограниченные места, да? Мы и так вынуждены. Ну, собственно, что и было. О чем я и говорил. То есть смотри, в клубах как бы места ограничены. Я специально три клуба сделал заранее, чтобы была возможность много подписчиков добавить. Чтобы всех желающих точно добавить. Но чисто теоретически. Представляете, ты с двух аков, например, добавишься. Там еще кто-то придет и скажет, что у меня пять аков. А у меня шесть аков. И в итоге там будет четыре человека, но с миллион аккаунтами. Не, это плохо. Поэтому выбери какой-то один аккаунт, напиши, и мы тебя без проблем добавим. Только один аккаунт. Спасибо тебе большое. За поддержку. То получится, ты будешь чье-то место занимать. И кто-то не сможет попасть. Это не очень хорошо. Так. Хейтеров, говорят, все, немного набежало. Я, кстати, даже не в курсе, типа, че. Кто там хейтит? Не надо никого хейтить. Будьте позитивными. Don't... Don't hate him. Окей. 7-1. Продавливаем. Так, в эху пока закину, чтобы просто прохарасить, продамажить. Такс. Отлично. Нам бы, наверное, сейчас Морелочку собрать. Да? Я что подумал, такая анимация, что по мне карту сультует. Сейчас Морелла соберем. И дальше уже, наверное, в Жоню пойдем. Жоня must have. Просто Морелла поможет нам очень сильно поукать. Фишка в чем? Мы кидаем в эху. Естественно, у нас пенетра чистая, да? И... Ну, вернее, тролл урон по... Низкоуровневым рейнджам. Чемпионом, да? При этом у нас еще с вами идет поднижение хила. Следовательно, мы противника начинаем очень сильно харасить. Мы не просто кидаем ему нашу вэшку, да и просто в тимфайте в том же самом. Мы еще и хил режем. Следовательно, мы кинули, нанесли урон, он выхилиться особо не может. Кинули, нанесли урон, он выхилиться особо не может. И все, окей, мы его просаживаем. Хм-хм-хм-хм-хм-хм. Поехали. В сторону ботлейна. Попробуем кого-нибудь поймать. Окей. Шотнул просто. Спасибо большое за поддержку. Ох, Женя Самсонов. От души. От души, дружище. Привет, Владос. Был разговор про то, что есть чемпионы, которых не стоит играть с пингом в 120 и плюс. Входит ли в их число киндред? Просто сейчас на ней играю более-менее нормально. Сейчас отвечу. Спасибо большое. Эх, меня убили. Ну, видели, сколько много урона. То есть, как бы, Ария... Ой, Ария. Моргана реально сильный чемпион. Она очень полезная. Есть несколько вариантов. Можно, в принципе, в Жоню пойти. В Наручи. Либо в КДР. Ну, я, наверное, в Жоню пойду, чтобы арморчик был. Хотя... Хотя там, в принципе, довольно много мэджик урона. Может быть, и нет. Ну, ладно. Давайте все-таки Наручи возьмем. Мы их быстренько настакаем. Будет нам комфортно сейчас стоять. Спасибо еще раз за поддержку. От души. Женя. Спиди. Спиди тоже, спасибо. Жоню взял. Поехали. Надо еще блуба взять. Привет. Где-то полгода назад начал играть в Лол. Захотел покорять ранкет. Но я выиграл 2-3 катки. Нормально с хорошим счетом. Делал все отлично. Но потом начал проигрывать. Хочу вылезти из бронзы. Хотя бы взял то, что делать. Сейчас отвечу. Спасибо еще раз за сап. Виталий Ерошкин. Спасибо большое. Так. Давайте я, наверное, сейчас мы с вами на игре сконцентрируемся. Закончим. Я постараюсь ответить. Ладно. В перерывчике. Подробно на ваши вопросы. Либо сейчас какой-то момент свободный будет. Потому что нужно побеждать. Игра все-таки может обернуться очень потной. Спасибо еще раз за поддержку, ребят. Алексей Крит. Тоже спасибо. Ух. Спасибо, ребят. Так, там файт у нас. Привет. Привет. Владос. Спасибо за советы по Моргане. Мне нравится чемпион. А после реворка она еще стала посимпатичнее. Особенно доставляет смотреть, как все разбегается от ульты. И беспомощно стоят и горят в ее лужи. Это да. Особенно мне вот. Каждого чемпиона. Вернее, каждый человек в каждом чемпионе находит что-то свое. Мне в Моргане больше всего нравится самое мое любимое. Вот самое-самое-самое. Это то, как она пушит линию без шанса для противника. То есть, вот ты просто пушишь линию, и враг не имеет ни одной возможности. Так. Что-либо сделать. Ага. Вот так вот. Ну, Жонни здесь, конечно, нас подсейвило. О, хорошо как. Ух. Мощно много урона наносится. Просто ваншот. Поаккуратнее нам бы здесь. Поаккуратнее. Так. Забрали они здесь. Контента немножко. Нормально. Пошел урон. Пол хпс нашу. Это очень хорошо. Древену можно сейчас хил порезать. Опять же, напоминаю, у нас хил режется. Мы хил можем резать, ребятки. Вэшка. Хорошо. Но не должен никуда уходить. Отлично. Кушка снайперская. Но он не задолжен. Он мог бы задолжить, в принципе. Итак, Виталий, спасибо еще раз большое за базовый сап. Остальным сейчас отвечу, ребятки. Разберемся на арпосы игры. Так. Отлично запушили. Нам сейчас нужно продолжать. В общем, органа мне тоже очень нравится. Очень интересный чемпион. Она такая фановая довольно-таки. И реально сильная. Яркий показатель, что можно ее юзать. В ней ничего сложного нет. Геймплей на линии крайне простой. И в некоторых матчапах она просто восхитительна. Нам бы сейчас за Жоней бэкнуться. Нам бы сейчас за Жоней. Окей. Там есть был баф. Мы прочекали. Слышали звук, да? Кстати, одна из причин, почему нужно, если вы даже с музыкой играете, обязательно музыку свою убавлять. То есть у вас... Либо прибавлять игру, чтобы у вас громкость игры была выше. И желательно вообще, как бы, в идеале, когда вы играете, быть средоточным, без музыки играть. Ну, кому как. Но все равно, если вы даже играете там с музыкой, обязательно слушайте игру. Ни в коем случае игру вообще не отключайте. Есть такие ребята, которые говорят, да я вообще музыку там просто врубил, игру отключил, и мне по кайфу. Но это очень плохо. Потому что есть много вещей в игре, которые нужно именно слушать. Вот это одна из них. То есть я сейчас просто по звуку мог понять, что там находится блоу баф. Сразу, легко и просто, да? ТП сейчас дам сюда. На коробку. Это, по идее, даст нам возможность сейчас Ари забрать. Хорошо, Ари я забрал, да. Окей. Ну все, это минус. А он никуда не уходит. Я слишком... Ого! Я слишком силен. Когда сказал, что ты слишком силен, реально слишком силен. Очень много урона. Очень много урона. Моргана очень сильная. Если за сноуболится. Там просто вот Кувей, ты убил противника. Кувей, все. Плюс, видите, еще же есть щит. Во, во. Видели, сколько урона? Это же капец. Он еще и ультимейт стал кастовать. Ё-моё. Не докастил. Просто ваншот. И вот как раз-таки резкий ла отлично работает от Морелла. В тимфайте. Помогает нам срезать хил. У нами, у Дрейвена, у самого Дрейвен играет через кровопийцу. Он хилится. Морелла режет этот хил. Нами хилят. Ари хилится. Да, то есть все хилятся. Тут тоже есть возможность хилиться через саблю трюмных вод. Поэтому отличный вариант будет вот именно забилдить себе рез хила. Что мы, собственно, и сделали. Сейчас попробуем здесь кого-то встретить. У нас есть шанс шотнуть противника. Если кто-то пойдет в сторону редбафа, например, мы легко его заберем. Ну, либо близко к этому. Кстати, вот так вот можно Картуса сейчас. Тайный агент Картуз. Был. Да сплыл. Фу. Да какая-то катастрофа. Это уже не Моргана, это уже Страшилка. Не, ну здесь я даже не знаю, смогу ли я что-то сделать, если честно. Пента неофициальная. О май гад, я еще и выжил. Это просто жесть. Да, ребятки. Моргана это, конечно, баланс. Баланс. Это, кстати, еще раз напомню, не самый выгодный для нас матчап. То есть в идеале ее использовать против таких персов, как Фиска, Аклебланка. То есть любых АП ассасинов она очень сильно контрит. Ну, то есть у Арии еще хотя бы есть возможность дистанции держать, да. И еще есть возможность все-таки нормально фармить. У нее не такие большие проблемы с запушиванием, как у той же самой там Лебланки, либо у Физа. Поэтому еще не самое страшное. Может быть еще хуже. По сути, пента сейчас на Моргане была. Единственное, времени не хватило. Пошла третья, говорит, игра, куст не менялся. Но ведь реально это работает. Если провардить, это стандартная такая тема. Она работает на любом ЭЛО. Хоть на низком, хоть на высоком, хоть в чалике. Вы играете. Одна и та же ситуация будет. Если у вас здесь нет вардов, то есть вы в этот куст заходите, противники пойдут в нижний лес. Вы просто убиваете через этот куст. Тут уже дело не в ЭЛО. Как бы. А, ну ты не уходишь здесь, вернее. Окей. Какой-то уже терминатор. Ха. Я уже не то, что там качу. Я уже в милизону просто иду. Моргана 18 уровень. Да, кстати, у нас 18 уровень. На 28 минуте. Уже мутант какой-то. Все. Минус 2. Вот в этом и страшно. Вот в этом и проблема. Не, Моргана очень сильная. ГГ.